В хоровой капелле мальчиков три хоровых коллектива. Младшие – колокольчик, постаршие – юнги и самые взрослые – бригантина. Названия хоров не случайно связаны с морской тематикой, а учебные классы не просто так украшены картинами кораблей и андреевским флагом. Одна из отличительных особенностей капеллы – шефство саровских моряков-подводников. Очень к нам трепетно относятся, и мы их тоже очень любим. У нас тут картинки, если вы заметили, с кораблями и так далее. У нас проходят совместные мероприятия, рождественские встречи с моряками. Потом обязательно отмечаем день подводника 19 марта практически каждый год. В начале 2000-х в здании на улице Сосина, которая похожа на замок, располагалась кафе с игровыми автоматами. По инициативе Татьяны Левкиной, заведующей отделом культуры, с 2002 года в этом месте решили создать хоровую капеллу. Чтобы набрать первый состав мальчиков, художественный руководитель музыкальной школы ходила по образовательным учреждениям и отбирала ребят. Преподаватель Валентина Царева работает в капелле с самого ее основания, поэтому она видела своими глазами, как капелла рождалась и развивалась. Стараемся, чтобы мальчики наши становились лучше и лучше под влиянием прекрасной музыки, которую они исполняют, и при общении с прекрасными людьми, которые работают у нас в капелле. В общем, я не буду перечислять всех, но у нас действительно просто очень хороший коллектив, который мы уже давно создали и бережно сохраняем. В капелле юные вокалисты исполняют самый разный репертуар, но упор все-таки делают на патриотические композиции. Многие ребята параллельно с вокалом осваивают и музыкальные инструменты. Выпускники капеллы поступают в музыкальные колледжи и институты культуры. В составе хоровых коллективов выступают на сценах столичных консерваторий. Учащиеся отмечают, что в капелле сформировалась своя особенная душевная атмосфера, в которую хочется возвращаться. Поэтому многие мальчики поют здесь даже после окончания основного обучения. Сейчас я уже два года хожу, сугубо, так сказать, по собственному желанию. Но, в общем-то, это место уже стало каким-то, можно сказать, культовым для меня. Я сюда прихожу, чтобы получить какое-то удовольствие от пения. Плюс ко всему я еще помогаю коллективу. Во втором классе я уже пришел в эту капеллу и до сих пор здесь занимаюсь, учусь. Мне нравится петь, но это потому что душевное занятие. Я нашел в этой капелле своих друзей. Хоровая капелла «Мальчиков» участвует в областных и всероссийских конкурсах, выступает на местной и областной сценах. Последний успех коллектива «Бригантина» – хоровой фестиваль духовной музыки «От сердца к сердцу», который прошел в драматическом театре. А свой 20-летний юбилей капелла «Мальчиков» отметит концертом «Мы, капелланы», который пройдет 9 декабря в 18 часов в концертном зале детской музыкальной школы имени Балакирева в рамках фестиваля «Балакиревские вечера». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.